МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первую очередь мне хотелось бы поприветствовать гостей. Мы очень любим гостей, потому что любожеская сторона всегда гостеприимна. Мы с удовольствием встречаем гостей. Это самый живописный уголок, наверное, Кировского района. По-другому еще иногда называют клубничный край, потому что наши жители выращивают очень много клубники. Любите сами клубнику? Конечно же. Кто ее не любит? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы любим клубнику. Очень. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жила кто-то ночью Люба, и она вельми кахала Миколу. А лишь это кахание было разбито. Разбито этим паном, який захотел забрать до себе Любу. А лишь Любу обнесла ее только и все. И она наклала на себя руку. И вельми горько плакала. Так плакала, что за ее слез отремалась крыница. От крыницы потом пошла и Любанка. Речка под вабераги, изосновалась наша невеликая везка. Любонечка. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. Здравствуйте. Что делаете? Мы обораживаем свои Любоничи деревни. Для себя, Красин, нам очень приятно ходить по своей деревне. Знать, что у нас здесь все сделано, все культурненько, все аккуратненько. Мы любим свою деревню. Ну, я здесь в Доме культуры художественный руководитель. Художественный руководитель, и вдруг с кисточкой на розовом заборе. Да, ну, нужно, чтобы все-таки Любоничи были красивыми, чтобы было, вот, идешь и было приятно смотреть. Вот. Ну, вот, когда я родился в Бобруйске, я приехал сюда, вот, прожил три года. Мне тут, вот, очень нравится. Я каждые каникулы, каждые выходные езжу, помогают бабушке. Я хочу сделать что-нибудь, чтобы моя деревня стала еще более красивее. Это такой своеобразный музей. Мы когда заселились, ну, дача тут уже у нас, в дедушкином доме, где-то на чердаке, где-то там на бане, где-то было что-то. Ну, и мы пожалели это все выбросить. Вот, покрасили стенку, сделали такой стенд, повесили. И вот на зиму убираем, а весной приезжаем все это лишь. Утюг моего детства. Вот на кирогазе мы грели, утюжили, то угли туда ложили. И стоишь его вот так вот, чтобы... И потом утюжили. А кому же принадлежала эта прекрасная гаошина кундуки? Вот это моя тетя. Она живет в Минске, маминой сестре. Вот нашли только один. Потому что раньше под печкой, там пол был под печкой, туда обувь всю зимнюю слаживали, а потом летнюю вот доставали и тулу слаживали. И вот теперь, говорили, печку и нашли там такую. А лошадь, которая сохраняла туфли. Мы находимся в Любоничах, свято-космодомьяновском храме. Святых бессребреньков и чудотворцев, космы Дамиане, которые своей жизнью показали, что они бессребреньки, они лечили и людей, и животных потом, лечили все безвозмездно, бесплатно. Это такие были святые, которые помогали людям. И мы как теперь стараемся то же самое, помогти людям, чтобы в нашем селе было тоже хорошо и красиво. Господи, спаси и сохрани. Вот это я рабина. А я клён. Уже я гонился, взял молодую, на пять годов, на шесть, молодейшую. Значит, я хоть инвалид, али работник на все руки. Ну, думаю, молодая, а у нас тут солдаты, лагерь был. Думаю, вот звезуть. Вот я подумал, посадил. Клён, клён и рабину. Прокрутил, значит, и приговорил. Иван да Мария. Чтобы она не сбежала. Ну, знаете, мы же в деревне у одной жили, у одной все, один одного знали. Ну, и влюбились. А дерево, я не знаю, помогло тебе, не помогло. Помогло. 60 годов совместной жизни, 26 февраля, нам исполнилось. О, возле коня мы стоим. А это в доме, это вот его сестра, а это шафир. И это мы вдвоем. Такая фата с кокошником. Да. Такая мода была в 56-м году. во всех такая историнная. Жизнь такая штука, як погода. Жизнь всякая бывает. И хмара найдет, и дожидет, и солнце греет, и так и жизнь. Всякая бывает. В нашей жизни всякая бывает. Наступает туча и гроза, вечер налетает, тучи угоняет, и опять седет небеса. До свидания. Живу в двоих, и с бабкой. Дети все в расходе. Имеют, это, четверо правнуков. Приезжают к вам они, дедушки. А как же, каждое выходное. Каждое выходное. Ну и хозяйство же у вас есть? Никакого. А вот же коня мы видим. Это только для развлечения я его держу. Ого, конь для развлечения. Что-то новое. И он не поднимает дух. До свидания, хозяин. Ну, бывайте здоровы. Наверное, в городе вот такое пение птиц никогда не услышишь. А утром, когда выходишь на огород, так поют птицы. Так хорошо. Ну, разве можно променять на городские дома? Любоничи, никогда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Б dreamed Growow аппетитров conte Продолжение следует...